доброе утро всем у нас сегодня четверг 10 часов утра и наташа одета в юбке представляете в юбке представляете куда-то мы собрались сначала мы хотим сейчас заехать в таргет нужно взять кое-что для кэтри какие-то штучки необходимо позавтракать или сначала позавтракать а потом в таргет и дальше мы куда-то с вами поедем скоро все узнаете ну что вы догадались куда мы приехали решили заехать пообедать перед тем как добраться до нашего места назначения вот это местечко наше любимое всем привет сегодняшний день сегодняшний выходной мы решили не просто сидеть дома есть мы решили гонять в наше любимое местечко сейчас мы едем в отель и так мы добрались до нашего места назначения сейчас я хочу вам показать комнату быстренько а потом покажу вам что находится за пределами на улочке и потом мы пойдем быстренько в бассейн очень заходим в комнату и здесь у нас такая небольшая кухня в этом отеле нельзя быть собаками поэтому мы своих оставили дома мы здесь уже были как-то так вот у меня зеркали раньше мы сюда приезжали нам очень здесь нравилось здесь значит маленькая кухня кофе машина в общем все что необходимо что здесь у них есть завтрак который 7 30 до 10 утра приходит он включу здесь мы заходим сразу же у нас идет ванна с туалетом но это такие вещи отельчики они пляжи как сказать пляжные находится на острове поэтому здесь у нас новая коллекция которая мне как раз таки пригодится вот какая-то фирма непонятная в лондон сейчас мы с вами заходим в комнату здесь видите пол какой-то потому что прямо выход идет в бассейн то есть все бегают мокрые в бассейне две кровати у нас вытащили вот такой вот пляжный стиль а не пляжные как сказать стиль острова вот здесь у нас открывается выход на балкон здесь прямо отсюда мы с вами выходим мы здесь были много раз но я не снимала здесь потому что я еще тогда не снимала что мы видим видим вот такие вот здесь эти маленькие домики у них и вот такой вот маленький отельчик в бассейне и дальше если мы пойдем туда прямо там будет выход на залив а с правой стороны идет еще один отель который мы тоже как-то останавливались там тоже есть у них свой бассейн и мы можем туда тоже сходить потому что это бюджет просто одна как сказать одни и те же отели только не одни и те же но раз можно сказать в общем одна пирма как ее называются я не знаю в общем это одни и те же инс но как бы разные немножко отель почему мы не поняли когда мы первый раз приехали сюда это был наш самый первый отель настолько здесь классно вообще просто не представляете потом здесь не было места мы останавливались вот в этом отеле здесь тоже прикольно он даже лучше чем отель вот но вот в этом все равно как-то уютнее здесь посмотрите у них такая вот игра есть стволик вот такой вот там у нас горячий там есть лежак лежок и сейчас я быстренько выйду к заливу а потом бегу быстрее в номер переодеваться одевать купальник и заныривать в бассейн возможно жара такая сегодня здесь дождь уже прошел мы его проехали вот вот и как это кролики наши местные вот он там сидит видите флоридовские серые кролики вы еще не догадались демоны потому что я вам так и не сказала куда мы приехали будут таить тайну до последнего так и сейчас мы находим с вами посмотреть на эту красоту посмотрите просто невероятно боже мой как красиво там талии видите виднеется город какой-то какой не скажу сейчас наверное скоро дождик как бы бам 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 бает в общем вот такой вот красоту мы приехали на денек завтра уже домой и потом я буду вечером работать в общем я решила что сидеть дома в выходной если можно выбраться проветриться и немножко расслабиться отдохнуть только что когда вот соезжали в этот кафешку я съела рыбные такусы а Кэтрин взяла себе боргер вот мы с утра в случае что ничего не ели сегодня так сильно хотели есть я хотела столько всего заказать но потом поняла что я это просто все не съем съела два такуса и мне плохо стало потому что я переела ладно в общем сейчас какие планы у нас я иду в номер переодеваться в общем сейчас я хочу переодеться как сказать прископаться я помню сюда приезжали года четыре назад Кэтрин еще маленькая была вот в этом номере мы жили и она такой кайф получала я бегала из из номера прямо в бассейн вообще себе просто так сейчас я вам хочу показать еще одну здесь повестечка где у нас будет проходить завтрак так что здесь есть велосипеды завтра мы с вами на них поедем кататься сейчас перейти сюда как сказать 30 типа рецепшена здесь у нас проходит завтрак пойдем здесь завтра завтракать здесь давно нету а вот она парковка велосипедов здесь даже есть ландри в общем кайф вот значит пошла сейчас переодеваться купаться потом пойдем соберут эти ракушки и ужинать у него все уже не было сюда нырнула в бассейн такой кайф вообще не представляете мы только что еще прежде чем приехать сюда заехали в план патлеты в магазин купили для Кэтрин пару шортов футбола к себе я взяла тоже пару футболок потом вам обязательно это все покажу сейчас я немножко в бассейн отдохну а потом пойдем собирать ракушки в общем я решила зайти в соседний отель и потому что у них есть такой мини как называется тики бар в общем бар возле бассейна сейчас я вам покажу его и там продается что-то типа смуви такие frozen drinks Кэтрин просто в прошлый раз когда мы были она его пила вот здесь мы кстати останавливались как-то пили как же называется строг или рома или как-то в общем сейчас посмотрим безалкогольный он едет она мне еще так напомнила типа вкус клубничный без алкоголя конечно без алкоголя без алкоголя тебе никто и не паст с алкоголем то есть когда мы последний раз здесь были вот этих дорожек здесь не было а может быть была наверное была я уже ничего не помню в общем здесь другой отель но он тоже является частью вот этих всех отелей а вот здесь вот это жилые дома кондо так вот мы сейчас с вами подходим ко второму бассейну мы тоже кстати здесь имеем право купаться и вот она тут находится мини-бар только сейчас похоже здесь слива нет дрожжик сильный здесь у нас второй бассейн я забрала себе такой дринк но немножко алкоголя ну ничего страшного вот так вот быстренько меняется здесь погода только что минуту назад было солнце и жара а сейчас уже вот так вот вот мы взяли эти дринки сейчас жду когда-то закончится чтобы потом выйти на океан собрать ракушек хоть немножко блин так хочется в бассейне покупаться а тут эта туча за дном здесь туча а там в принципе нормально смотри смотрите буквально в 15 минут на солнце у меня уже все красное опять я закрылась комнате я здесь на балкончике расслабляюсь со своим дринком с ромом надеюсь что это скоро все уйдет я как самый главный экстремал конечно же все как спрятались по номерам я пошла к океану но к океану к воде это не океан здесь вот мой тринь не знаю вот здесь надо мной этот туча здесь главное туча а здесь все туча только на там сейчас надеюсь куда она зайдет и мы сможем спокойно выйти в океан а люди все еще в горячей ванной купаются вот здесь что ли присесть под зонтиком под этим спастись от дождя ну вот такая замечательная погода дождь будет еще больше надеюсь что он закончится скоро посмотри на это в общем как я вам и говорила дождик быстренько пройдет на улице сейчас такой приятный прохладный ветерок я переоделась сидела в шоке и башку какую-то и пошла немножко прогуляюсь соберу ракушек не захотелось со мной пойти может вернусь попозже ее выдоху тоже в общем здесь мы находимся прямо возле самого конца острова где находится light house как он называется light house маяк и вот с этого места видно будет нам рассвет поэтому завтра мы идем встречать вас рассвет если с прошлого где мы в прошлом отеле останавливались там рассвета не было видно потому что в общем смотрите я вам покажу мы находимся здесь и буквально немножко где light house здесь остров заканчивается поэтому все видно а он опять был в самой другой стороне острова он сворачивает и поэтому рассвета не было видно так что сейчас у нас удачное место расположение поэтому завтра идем встречать рассвет в сильном бе я уже все узнала это у нас мексиканский залив получается и океан я вам сколько уже подсказок сделала надеюсь что вы догадались где мы я не так и не сказала где мы но подсказок было столько много что я думаю у нас уходит смотри солнце здесь немножко пытается вылазить волны даже такие скоро мушки вылезут вечером когда пойдем на ужин скеттлинг нужно будет набрызгаться нам даже крем дали специальный на ресепшен смотрите сколько ракушек здесь у нас с собой пакетик один сейчас будем собрать ракушки мушки в октябре лайнхауса 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 я не знаю но если мы чуть подальше с вами пройдем завтра мы пойдем туда в сторону лайнхауса я вам покажу где пытаемся даже дойти дотуда оттуда вообще классный классный вид рассвет классные фотки вообще просто смешно так комментарий сегодня я увидела я себя загнала конкретно в угол причем конкретно никакое гражданство никакой вид на океан не поможет объясните пожалуйста в каком углу уже я нахожу очень интересно в какой угол я себя загнала я наоборот себя выгнала как раз таки не из угла а из с круга на ворота которая у меня была одной тоже каждая наоборот и сейчас наоборот и пытаюсь чтобы жизнь моя была веселой разнообразной и счастливой так что до пути еще круче поэтому ну и будет конец и сходи из сад 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 и сад сад и сад А завтра утром уже буду собирать все подряд. Вот и вышло солнце, пожалуйста. Я сейчас быстренько зайду в отель, в машину. Хочу посмотреть для ракушек, мне кажется, пакет, который мы специально покупали в прошлый раз для ракушек. Вот у меня есть в машине, потому что вот этот немножко не подходит. Сейчас быстренько возьму, только здесь такая туча страшная. Здесь солнце, здесь такая страшная туча. Возьму и хочу пройтись в ту сторону. Пройтись в ту другую отель и вам показать, какой там у них бассейн и что там у них все есть. Каяки у них есть, велосипеды на прокатке. С 7 утра на велосипедах можно кататься. В общем, завтра планы какие. В 7 часов у нас рассвет, где-то в 6.30. Я думаю, я хочу выйти из отеля и начать двигаться в сторону лайтхауса, чтобы показать вам лайтхаус и встретить рассвет. Потом обратно, погодиться на велике, потом завтрак, завтрак в отель вам показать. Ну и уже потом нужно будет рычагнуть. Солнце из нее выглядывает. Так, чувствую, что мошки меня уже начинают атаковать. Поэтому нужно сейчас будет обрызгаться из проймов мошек также, которые у меня всегда с собой в машине. После того, как мы начали сюда ехать, ездить, у меня этот спрой всегда есть при зиме. Даже несмотря на то, что у нас дома этих мошек нет. Время у нас 5.42 вечера. За полтора часа я уже столько многое успела, потому что я знаю, что у меня время непростого обреза. И хочется столько-столько всего успеть здесь сделать. Вот. Кстати, так даже больше получаешь кайф, когда у тебя времени в обрез. И ты знаешь, что это нужно сделать просто третье-десятое. Вообще, сейчас, когда мы с вами снова пойдем гулять, я вам хотела еще рассказать про свою... Не знаю, это как мечта, не мечта. Вообще, когда я сюда приезжаю, у меня все время такие фантазии, скажем, возникают, что-то скажут. Вот такие вот ступеньки сюда. Здесь еще один домик у нас. И вот здесь идут парковки всех машин за домиками. Все здесь получается. И вот здесь машины. Так, это не моя. Я думала, это моя машина, но смотрю, она почему-то меньше. Хотя такая же, такая же. Моя, вот она. Красавица. Я тут буквально на прошлой неделе вспомнила, что у меня крыша, оказывается, есть, которая открывается. Можно открыть ее. И это. С ветерком поехаться. С чем мы сегодня займемся? Вот такой вот спрей. Он просто здесь необходим всем. И нам еще в отеле дали крем специально, то, что всем выдают. Так, сейчас я вас еще раз хочу повезти в сторону этого бара и показать вам бассейн. И потом пойдем вернемся на пляж. Собирать ракушки. Достала свой пакетик для ракушек. Они еще с прошлого раза у нас. У меня зеленый, а потом розовый свой. Вот. Сейчас вам покажу все и потом расскажу историю. Здесь, кстати, большинство отдыхающих. Здесь не молодые, знаете, больше такие семейные пары. Или уже более взрослые такие люди отдыхают. Чем мне не нравится здесь. Что-то тихо, спокойно. Вечно расслабиться. Классно. Вот. Он даже из других штатов приезжает. Джорджа, Огайо, Огайо. Мои местные флорида тоже здесь собираются. Так, надеюсь, сейчас дождик снова не пойдет, пока мы с вами дойдем до местного назначения. Так, вот здесь можно прогуляться. Последний раз, когда я здесь была, здесь были тоже всякие цветы. И стояли такие таблички. И на этой табличке было написано название цветов. В общем, было, знаете, как сад, что ли. Я говорю, они здесь переделываются. И дорожки не было такой большой. Были маленькие тропинки. И там было написано название растений. Но сейчас они все, видите, как-то переделали. И получилось вот так вот. Какая здесь красота, посмотрите. Что-то голова раскололится целый день просто. Вот этот самый бар. Сейчас мы ее обойдем вокруг. И выйдем в бассейн. Смотрите, здесь у нас растут лаймы, что ли. Точно, посмотрите. Это вот так вот у нас растут лаймы. Это, мне кажется, вообще манговое дерево. Если не манговое, то другое какое-то растение. Вот это мангово, 100%. Это тоже похоже на мангов. Вот здесь у них есть ресторанчик. Мы как-то были здесь на завтраке. Очень отвратительный. Не ходите туда, если будете здесь. Так, вот он их бассейн здесь. Через два часа уже будет закат, уже стемнее. Так что у нас здесь два часа, чтобы насладиться всем этим. Весь бассейн побольше у них. Такой вот. Вот он здесь, этот бар. И сейчас мы с вами отсюда выходим к океану. К заливу. Смотрите, как классно. Для того ничего не было. Они это все сделали. Дорожки, тропинки, деревья. Мамы. Велики напрокат. Там есть место, где ракушки чистить, мыть. Доска. Доска, которую я хотела все время попробовать, но никак не могу испробовать. Здесь какое-то поле они сделали лейками. Смотрите, как классно. Кайк вообще здесь. Неделю прям я бы целая здесь осталась. И отдыхала, расслаблялась. Маленькие ушки. Скачет. В общем, давайте расскажу вам историю, про которую я хотела рассказать. С Саннибал. Сюда мы начали приезжать. Много лет назад уже. И первый, из кем мы сюда приехали, это мой бывший был. Который для нас, скажем так, открыл это место. Спасибо ему за это. Сначала мы были в Форт Майерс. Который там вот, большие дома показывают. Это Форт Майерс. Форт Майерс бич. Мы там останавливались. И сюда просто приехали посмотреть. Следующий раз, когда мы уже сюда приехали, мы приехали как раз таки вот в этот отель, в котором мы сейчас остановились. Вот. Первые два года, когда мы сюда ездили, был такой кайф. А уже в последние годы, когда уже у нас все отношения, знаете, не лагились, мы все время сюда приезжали. Он там оставался в номере, работал. Или вместе мы когда ходили по берегу гулять, знаете, за ракушками. Я там ракушки собирал, он просто так ходил, типа ходил, радуга, кстати, вот там. И я все время ходила, я помню, проходила. И здесь ходят парочки влюбленные семьи. И у меня вот постоянно говорили, как же мне хочется тоже приезжать сюда на этот остров, чтобы у нас со мной был человек, который у нас тоже были такие же отношения, которые у нас были большие чувства. И просто приезжать, кайфовать друг от друга сюда. Я тогда еще была в отношениях, но у меня уже в голове вот такие мысли посещали, потому что настолько я была уже, уже, ну уже не было ни чувств, ничего, ни честного, ни честного, ни честного. Мы скупались в бассейне, не кайфовали, в общем, наслаждались этой красотой и друг другом. Надеюсь, что моя мечта скоро существуется. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас ракушек пока немного, потому что сейчас хай-тай называется, это вообще много воды, а утром эта вода уйдет и будет больше ракушек. Так что я думаю, что ракушки мы вернемся собирать зоны завтра, потому что я хожу, их немного, но у них, конечно, есть, но красивых мало. А утром самые-самые красивые, которые только выносят их из океана, тогда мы пойдем с вами за ними охотиться в утро. Я решила вернуться, потому что эта страшная черная туша меня пугает. Пойду к отелю и там в гамаке поваляюсь немножко. Ну что, идем валяться на гамаке. Идемте. Отлично, никого здесь нету. Сейчас мы с вами попробуем на него забраться еще, чтобы быть большим испытанием. Так, я в шлепках здесь грязи. Он мокрый, наверное. Сейчас мы. Так. Так. Блин, я боюсь. Мокрый. Ладно. Теперь у меня все мокрое, но зато какой кайф. Again. Все мокрое. Сзади не видно, но я все мокрое. Так, что за странные звуки. Кто-то там у нас интересный. Такие звуки издали. Здесь даже барбекю есть. Сейчас покажу вам хаттап. Там никого сейчас нету, до этого там люди были. Кайфуй, кайфуй, кайфуй. Ты просто приезжаешь сюда и настолько расслабляешься, настолько на все отдыхает душа, тело и мозг. Просто невероятно. Просто вот даже на день. Так, вот он хаттап. Сейчас я вам покажу. Маленький такой хаттап. Вот такие шортики, мои первые. Для Кэтвин, на самом деле. Но я их решила сама одеть, потому что они очень классные, очень удобные. Материал такой очень ловкий, ловкий. Так вот, приехали в итальянское место, где он только в прошлый раз. Здесь прямо можно рисовать, с которой будет рисовать на нашем скатерте. Сейчас посмотрим, что здесь интересное, а потом вам покажем, что мы заказали. Мы заказали пиццу, просто обычную с сыром. Я там взяла себе лазанью, я себе взяла по поводу с салоном. Гуава салом. Так все принесут, и он... Салаты, хлеб и масло. Каждая порция, лидер салатом, несут, мы им присоединили. Мой салма, наша пицца, и вот я три лазанья. И всем приятного аппетита. Мне надо приехать посмотреть на закат, но мы, к сожалению, не успели. На него он буквально случился пять минут назад. Мы сейчас находимся на Коптиве, остров. То есть мы на Саннибел, но с другой стороны находится Коптива. На Саннибеле у нас рассвет, где мы завтра будем встречать, а на Коптиве закат. Смотрите, как красиво. Люди фотографируют все. Класс. А мы не успели. Что у нас время? В 8.49 вечера мы вернулись в нашу гостиницу. А заезжали перед этим еще, покушали мороженки на десерт. Сейчас будем переедеваться, отдыхать. Я, наверное, уже спать буду, потому что завтра в 6.30 я хочу встать и пойти встречать просвет. Потом пойти посмотреть, что там на завтрак у них, выпить кофе там с какой-нибудь штучкой, не знаю, что там у них на завтрак. Потом прокатиться на велике. На сегодня буду с вами со всеми уже прощаться. Увидимся с вами завтра на рассвете и на завтраке.